привет зрителя вот здесь у меня подготавливается молоко нужной температуры вообще на принципе уже подошло максимальная практически ну 45 минут 44 1 и у меня здесь греется нашла в интернете такой рецепт вообще 10-летней давности в медленно варки делали кефир кисломолочные продукты и модно поставить общему внутри чашки в итоге просто она полегче чем эти и перевешивала боялся на утонет вот здесь налить воды холодной ну или еще какой-нибудь поставить чашки налить воды и поставить на полчаса на максимум на подогрев чтобы дошла нужна температура после наливаем уже молоко с закваской сюда и под крышкой на три часа максимум потом уже в холодильник на два часа как совсем остальным уже было и сейчас я найду эту заветную нашу бумажечку есть закваски которые как бы на 1-3 литра а есть вот закваски именно вот такие закваски прибиотик закваска которые их они рассчитаны по большей части но вот их можно развить не разведить допустим в воде чтобы получить продукт такой вот разбавить водой допустим готовый продукт это именно как кефир я так понимаю но кисломолочный продукт и разбавить его водой уже потом пить как напиток это похож вот мне кажется на иран или же развести вот этот вот пакетик в соке либо воде и вот пить непосредственно за 30 минут до еды либо же можно сделать как вот обычный кисломолочный продукт в этом случае у нас понадобится литр молока и один пакетик если допустим кефир или иммуно то что я вот до этого делала она как бы рассчитана на 3 литра можно было и на 3 литра можно было и на 2 на 1 1-3 литра то этот у нас рассчитан на 1 литр и вот я третьим способом делаю это именно как для тех у кого есть техника вчера я немножко кефира сделала для тех у кого нет техники вообще позавчера показывал там своей знакомой приготовление как раз на месте и вот сейчас у нас температура падает сейчас я засыплю в общем доводим ну хотите кипяточком аспарте кипяточком кастрюльку там вот силовки чашки то что вам потребуется потом доведите или до кипения все это сырое молоко и оставьте его ставить до определенной температуры 35 минимум 35-45 37 45 до или просто нагреть его стянул ты постерилизованы или постерилизованными постерилизованная тут литр молока 2 5 процента жирности после развести вот гармонию у нас сейчас для женского организма и полезным все беременным женщинам если вы в двух положений и хотите себя оздоровить безопасно то вот закажите себе гармонию в бак здрав пробиотическую закваску и развести и потом я разолью по чашкам закрою крышкой множество сниму когда разолью мешала и температура тут еще но не совсем подошла чуть-чуть надо подогреть и я решила что лучше оптимальный вариант если есть фольга или крышечка но так как у меня нет таких баночек допустим и нет йогуртницы специальной чтобы покрыть там эти баночки или стаканчики то я решила использовать фольгу которая закрывала обычно эти чашечки перед тем как убрать в холодильник уже на остужаться я сейчас залью молоко и молочную смесь и закрою это фольгой как раз вот поставлю потому что как бы капельки из крышки могут опадать впоследствии но тоже не очень хорошо если да допустим будут попадать в этот же кисломогревочный продукт вот как это выглядит термометр мне показал 38 градусов я чуть-чуть еще оставлю на парочку минут проверю еще раз температуру и уже выключу подогрев и оставлю на 3 часа им медленно варка довольно хорошо согреет оставляется это тепло долго долго надолго хватит то бишь она за три часа как раз принципе сможет сохранить нужную нам температуру но меня немножко тут осталось молочка я сейчас может быть тут уже не совсем молочка молочная смесь я сейчас какую-нибудь чашечку или маленький контейнер перелью и поставлю на батарейку я обернула чашечку фольгой также ее оспарила горячим ну короче кипятком оспарила налила остатки молочной смеси и вот она мне здесь будет стоять я замечу время но мне так дозревая на батарея но в принципе ну где-то среднем часов 14 постоит на готовности но и здесь я сейчас выключу подогрев и тоже как бы засечем время ну пусть будет 5 часов и вот 6 7 8 8 вечера я проверю свой кефирчик и уберу его в холодильник на остывание у меня мы очень активный код в итоге прошло мне 4 часа 40 можно сказать 40 минут 440 минут плюс минус там ветви и я вот только еще собираюсь это извлечь потому что где-то там на 27-то часа я проверила один стаканчик он не совсем еще дошел до кондиции и да я вот решила помимо гармонии сделать еще и слимом также пробиотическая закваска как и гармония ему надо только на литр вот я молока литр купила и где-то у меня вот она этот слим здесь и вот эту кастрюльку я сделаю уже именно тем проверенным путем разведу закваску вот раз я хочу развести немножко водички и уже потом реки перемешать чтобы для точности что все развелось а точно точно покрою потом пленкой пищевой утеплю пледиком беру на ближайшие 18-20 часов потому что в комнате у меня тоже где-то от 22 23 градуса даже если в пледе все равно температура вот ну чуть чуть пониже в итоге и у меня в итоге будет целых два литр таких самолочных напитка пока вот оно стынет я сейчас уберу это в холодильник ну и на батарее у меня так еще до утра будет стоять то совсем чуть-чуть в чашечке оставшаяся от гармонии так как они довольно плотно друг другу стоят то вот эта чашка слегка задела эту чашку и там фольга приподнялась и стала пахнуть сразу кисломолочным готовым продуктом принципе как вот первый раз у меня пахло но я тогда не была уверена что он уже готов я думаю что он принципе может быть и за четыре часа уже был готов я еще буду тестировать конечно и медленную варку и эти закваски чтобы понять на будущее сколько времени мне нужно держать чашки воде в ней вообще поэтому вот пока у нас 4 часа 40 минут первый раз у меня было практически 6 часов и каждый раз больше меньше-меньше я покрою наверное свежей фольгой потому что тут уже немножко у нас подсела хотя возможно даже покрою просто крышечками металлическими уберу в холодильник на пару часов ну или как получится и потом засниму результат смотрите а здесь даже пенка осталась а вот как я его перемешала и разлила по чашечкам я сняла крышечку поставила так как она сама пси мокрая ибо в воде стоит стояла на фольгу и сейчас покрою еще одной крышечкой или может быть фольгой потому что у меня вообще есть металлические специальные крышечки но похоже что большинство из них занято вот только одну чистую свободную в доступе обнаружила вот я высыпала сюда с лимта как пробиотические закваски бак здрав можно также еще непосредственно растворять в воде либо в соке определенной температуры вообще это все указано на упаковочках вся информация нужна также в каждой коробочке есть инструкция по применению очень интересная бумажечка и это же можно принципе почитать на сайте но я думаю если вы будете заказывать такие закваски то удобнее все же заказывать уже к упаковочкой хотя вы можете заказать и отдельными штучками можно по стику стики стоят и именно для кисломолочных продуктов 55 рублей либо 65 рублей и часто во все возможные акции проводятся и на сайте и в группах социальных сетей бак здрав рекомендует это принимать не только как кисломолочный продукт но и как принципе с водичкой развели и за полчаса до еды выпили поэтому я думаю что ничего плохого не будет если я разведу эту закваску именно немножко в небольшом количестве воды и уже смешаю непосредственно с молоком использовала кипяченую воду температуры 40 градусов как раз вот оно все развелось и сейчас я вылью вот сюда в принципе как бы если правильно то делать вы не будете держать камеру на руке ножка делаете воронку и заливаете жидкость мы потом размешиваете еще раз уже после или покрываете пленкой как я сделаю покажу вам на камеру уже как результат и я вот думаю еще часть опять использовать этот контейнер и часть просто поставить на батарею на батарею он дойдет несколько быстрее чем шкафу пусть даже и под пледом и пищевой пленкой сколько у меня осталось молока чуть меньше половины потому что контейнер у меня где-то на 600 миллилитров я думаю за счет этого но даже быстрее дойдет из-за количества меньшего ну и это у нас кстати напомню слим вот здесь у нас стоит гармония утром она будет готова а это скорее всего год готова днем это у нас слим я его сюда налила и что хочу сказать все таки может быть сейчас не совсем ощутимо сейчас у нас 2309 но есть некий эффект положительный ощущения какие-то несколько иные у числа у моего организма поэтому это не только вкусно но действительно еще и очень полезно я вам еще раз советую запустить заквасками от фирмы бак здрав спустя примерно три часа первый стакан гармонии пошел вот он тут правда немножко чуть воды может быть и вот теперь вот она или как-то называется коденсат скорее всего ну как бы она была горячая не сильно конечно теплее чем то что обычно в холодильник допустим ставят я еще хотел на балкон поставить одну чашку у нас такой дубак там но в итоге что-то все в холодильник убралось и вот водичка тут немножко и напала я думаю это ничего страшного может быть если пякали скай вот такой из фольги не покрывала бы но бы но может быть и не отпадала бы никуда хотя не факт в общем счастлива ложечкой это протестирую так непривычно что у меня ничего не течет и сегодня буквально муж моей подруги скажем так друзья помогли справиться с проблемой которую вообще-то пойти это должны были решить еще два года назад другие люди но все у нас как-то странно выходит вот не так зацепила слушайте какой кусок айсберга прям такое аж желе надо было проверить как ложка стоит ну я думаю что ложка принципе в любом случае стоит потому что мы видно какой он густой вот как если бы вы в деревне у бабушки у которой есть корова то меня у бабушкиной сестры моем детстве была корова и мы пили молоко она делала простоквашу и бабушка моя делала простоквашу и вот деревенская простоквашь от такой конкретной коровы из молока конкретной коровы такая же точно по консистенции точно также сначала кусочек отломать ложечкой или прежде чем она станет однородным надо приличненько так помешать по вкусу практически один в один вот такие кефирчики но я их называю кефирчик на самом деле это разные кисломолочные напитки и можно сказать даже разные кисломолочные продукты но именно как сама форма от этой простокваши или кефирчика если перемешать то будет то же самое что и перемешать и кисломолочный продукт приготовленный из постерилизованного или ультра постерилизованного или и нового прокипяченного молока ибо и заквасок от бакс драф вот у нас кстати фильм который еще не готов пакетик у нас от гармонии еще раз напомнил это до женщин самое то особенно если вы в положении собираетесь стать матерью ну или просто как бы поддержать свой организм очистить от всяких вредных пакостей и оздоровить вот я уже достала из холодильника вообще она пробыла у меня где-то 18 часов на батарее потому что я ну как-то вот спала короче это у нас последняя чашечка гармонии я вчера выпила два стаканчика той что сделала медленно варки очень вкусная даже как-то ощущаешь себя конечно после одного применения вряд ли это уж полноценно можно понять но учитывая что уже несколько разных пробиотических и просто традиционных заквасок для кисломолочных продуктов добавляла молоко и делали кисломолочные продукты тот благодаря этим закваскам от бакс драф вот ощущения уже какие-то несколько иные в организме и до легкость как говорится в какой-то там рекламе вот от этой тоже он вкусный я там один стаканчик даже смешала с вареньем чтобы был типа йогурт а этот к обеду или на десерт или перед едой тут совсем совсем чуть-чуть и если вдруг кто-то не верит что ложка стоит ибо очень густо может иметь и тяжелые ну смотрите ложка стоит ложка стоит так что можно и 18 часов на батареи подержать и даже если она чуть раньше изготовилась то бишь ничего страшного и вот здесь наш слим я его еще не пробовала у меня еще чуть меньше чем пол-литра стоит в кастрюльке в холодильнике уже я правда была в недугу поэтому в общем у меня на где-то скажем так 25 часов провела кастрюлька в шкафу в плене надеюсь не все там хорошо потому что все-таки там несколько холоднее чем в комнате да еще у меня мой кот умеет теперь открывать дверь на балкон хоть балкон застекленный но только как бы холодно холодом тянуло и у меня в комнате все 20 градусов только максимум вот тут вода как бы от крышечки побывав с тепла на холоду отпала вниз немножко я думаю следующий раз все таки я закрою наверное фольгой и уже холодильник буду убирать без фольги либо же просто сниму крышку перед тем как убирать в холодильник после того как сниму с батареи ну это может покрою фольгой или просто чем таким потому что тут этот конденсатор и как его буду обозвать и надо мне чистую ложку что мне одна ложка но на в чае сейчас мы с вами узнаем что такое с ним насчет гармонии все-таки действительно действует действенная вещь очень действенная вещь у меня сегодня случились определенные обстоятельства и в ином в иное время я бы наверное их осознала более рано чем благодаря думаю все таки гармонии вот всем остальным всем остальным закваскам для кисломолочных продуктов от бак здрав и чувствуешь себя лучше и физически и настроение лучше и как бы еще вкусненько я думаю что у меня тут такое недельное двухнедельное диетическое практически питание где по большей части кефир и кисломолочные продукты от бак здрав плюс еще пользуюсь косметикой от бак здрав потом отдельный ролик сделаю на эту косметику и вот прям омоложение организма в том плане что лучше что-то там становится и внутри и снаружи только стоит только действительно стоит и не падает он такой густущий вообще сейчас будут доделывать монтаж основного ролика про закваски и буду фоном кушать этот кисломолочный продукт под названием slim я как раз сегодня купила конфет к чаю и где-то так двумя чашками чая 6 конфеток меня ушло с ним не сейчас очень даже не 100 путет